Приветствую вас! Прочитал ваш вопрос и думаю, что можно постараться разобраться в нем и в вашей проблеме, которая, по моему мнению, не связана напрямую с вашей подругой, которая напрямую не связана с тем, что делает именно она, подруга ваша, я имею ввиду. А связано это немножечко другим, с тем, что вы сами, ну, с тем, как вы себя позиционируете и как вы, собственно, выстраиваете свою модель поведения. Вот. Значит, первое, что я хочу сказать, это то, что ваша подруга, подруга, она может, вообще-то говоря, делать то, что ей хочется. Звонить вам, писать, когда ей угодно, когда ей заблагорассудится, это, в общем-то, ну, ее право, по вашему счету. Это ее право. Почему? Потому что у нее есть, как вы правильно сказали, у нее есть свои желания, у нее есть свои потребности, и она, собственно говоря, это делает. И то, что она делает, то, как она делает, то, как она себя ведет, это ее право. И, скорее всего, вы ее не переделываете. Да и не нужно, на самом деле, ее переделывать. Потому что она такой человек, а вы такой человек. То есть, переделывать никого не нужно. Неправильно переделывать, переделывать кого-то. Давайте подумаем тогда. А что правильно, если переделывать все человека невозможно? А правильно, конечно же, выстраивать ваши собственные границы, ваши личные границы, и не делать того, что вам, например, неприятно, что вам, например, неудобно, что вам, например, не нравится и так далее. Понимаете? То есть, момент здесь в том, чтобы вы установили границу своей ответственности. Момент здесь в том, чтобы вы смогли установить то, что вам хочется для нее делать, и то, что не хочется. И если вы готовы для нее делать что-то, то делайте это. А если не готовы, то не делайте. И то чувство вины, которое у вас она вызывает, ее поведение, это ваша собственная проблема. То, что она вас раздражает, это немножечко неправильно. В действительности не она вас раздражает, а вас раздражает то, что она делает. Но эта проблема именно в вас. Понимаете? Поэтому до тех пор, пока вы не определите для себя, что конкретно заставляет вас вредить себе, что конкретно вас заставляет, значит, наступать себе на горло. Вот до тех пор, вы, я боюсь, будете испытывать негатив. Негатив именно из-за того, что человек посягает на ваше личное жизненное пространство. А вы, вы ему позволяете это делать. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok